Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, ребята-разработчики выложили очередную десятку на продажу, но только за реальные деньги. За 35 баксов вам предлагают Т95Е6, коллекционный тяж 10 уровня. В состав набора войдут довольно прикольный, симпатичный, веселый камуфляж, аватар, X5, 25 штучек, но только на 95Е6, а значит он не поможет вам прокачивать какую-либо из веток, но поможет вам нафармить свободки и поднять элитный опыт экипажа. Слот в ангаре и открытое все оборудование, которое в принципе на 10 уровне довольно-таки недешевое, а значит вы можете сэкономить. Это лучше, чем покупать голую машину. Что касается Т95Е6, скажу откровенно, у меня данной машины нет и к сожалению я слишком нищебродный ютюбер и не имею возможности купить себе данное предложение. Если бы я имел возможность, ребят, я очень хорошо бы подумал и наверное все-таки купил бы. Объясню почему. Смотрите, сравнивать необходимо данную машину в любом случае в первую очередь с Чифтейном МК-6 и Супер Конкуайром. Объясню почему, но для этого мы с вами перепрыгнем на специальные ресурсы. И ребят, в первую очередь надо развенчать первый миф. Миф того, что данная машина плоха из-за того, что у нее есть огромная комбашня. Комбашня не помешает вам играть абсолютно. По одной простой причине, потому что в отличии от многих других танков в нашей игре, данная комбашня имеет броню 220 мм. С привиденкой там танцует до 250 с копейками, а на скосах вообще уходит за 300-400. О чем говорю? Говорю о том, что просто так вот сюда будут бросать только любители, которые только начали играть в эту игру и думают, что раз у танка есть комбашня, то она должна пробиваться. Что же касается брони в целом. Да, безусловно, в чем-то, допустим, Т95Е6 уступает Суперконкуайеру. Здесь немножко повеселее верхний бронелист 283 мм. Здесь башня более бронированная, тут вопросов никаких нет. Если ты становишься как-то неправильным, то вот сюда вот в вершок сюда будет в эту комбашенку залетать. Но, ребят, все это, конечно, класс, но Т95Е6 тоже не так прост. Посмотрите на его броню 228 с учетом привиденки по краям. Вокруг маски орудия танцует аж до 700 с копейками с учетом привиденки. Верхний бронелист 230 мм. Короче говоря, в целом на данной машинке отыгрывать и весело отыгрывать вполне таки себе даже можно. Да, безусловно, если вы стоите как-нибудь вот так вот, то могут закидывать вот сюда вот в верхнюю часть башни, да, то есть вот в эту вот верхушку. Что касается комбашни, ее навряд ли кто-то будет вообще выцеливать по одной простой причине, потому что смысл выцеливать есть тогда, когда стоишь боком. Ну и, соответственно, здесь, да, безусловно, пробивается, но зачем сюда выцеливать, если вот здесь вот есть великолепные 57 мм с учетом привиденки, а в бортах 77 с учетом привиденки. А в корме, ребят, ну прям вообще красота для фугасов и подобных вещей 20. 20, ребят, миллиметров. Сюда можно, в принципе, приехать, ткнуть пальцем и пробить корму. Ну, что можно сказать? Да не становитесь вы просто кормой на данной машине, будет вам счастье. Что касается Чифтейна МК6. Здесь все действительно веселее, отыгрывать от башни гораздо лучше. Вот эти вот все дополнительные, да, там пазлики, из которых составлена данная броня, добавляет привиденки. Это действительно очень круто. 343 мм вот здесь вот по центру. Нижний бронелист, да, вопросов нет, 120. Но опять-таки, все мы знаем, как можно прятать бронелисты нижние, отыгрывать от башни, а на Чифтейне МК6 от башни отыгрывать одно удовольствие. Да, есть комбашня, вопросов нет, и здесь она действительно пробивается. Короче говоря, ребят, машины в чем-то очень похожи. Но все-таки очень сильно разнятся. Давайте посмотрим на заявленные ТТХ по данным машинам. И будем, ну, максимально придирчивы, да. Давайте попробуем найти 10 отличий. Ну, наверное, первое отличие, которое выбрасывает из списка Super Conquire, это ДПМ. Заявленный ДПМ 2850 против 3170 у двух этих машин, в частности, у Т95Е6. Что касается пробития, здесь, я бы сказал, все одинаковое, разницы особой вы не почувствуете в бою. Альфа просто одинаковая. Количество выстрелов в минуту, полное количество выстрелов. 7, 7, 7. Да, поставь оборудку, и у тебя будет увеличено, простите, уменьшено время перезарядки. Соответственно, увеличивается количество полноценных выстрелов в минуту. И здесь уже будет немножко повеселее. 8, 8 против все-таки 7 у Super Conquire. Но, опять-таки, смотря как ставить оборудку, возможно, дотянете и до 8 полных выстрелов. Это уже зависит от того, как вы будете ставить оборудование и амуницию. Что касается калибра. Калибр, опять-таки, одинаковый. Скорость полета снарядом просто одинаковая с Super Conquire. Сведение однозначно в пользу Чифтейна МК6. Но, согласитесь, Т95Е6 недалеко по заявленным характеристикам, ровно как и по разбросу, ребят. Он находится вместе с ними, я бы сказал, на одной дороге. И, честно говоря, вот эти цифры заценивать необходимо в бою, и мне очень жаль, что я не смогу этого сделать. Но уверен, что отыгрываются они нормально, и почему, объясню чуть позже. Скорость машины, безусловно, в пользу Т95 по сравнению с двумя товарищами. Ну и что касается одного из самых важных вопросов, на которые все ищут ответ. Можно ли на ней фармить? Фарм здесь на 10% коэффициент доходности выше, чем у Супер Коня и у Чифтейна. Но, насколько он реализуем, я думаю, что реализуем. И, опять-таки, возвращаясь к вопросу, почему? Давайте посмотрим, во-первых, на процент побед. 51% побед против 55,5 и 54. То есть, получается, что игроки, которые играют на данной машине, несмотря на все мифы по поводу Т95Е6, что он, типа, там плохо играется, делают большее количество побед. Да, количество игроков меньше, но и Т95Е6 все-таки реже встречается, допустим, на продаже за голду. По крайней мере, на моей памяти, Т95Е6 гораздо реже выходил на продажу, чем Чифтейн, либо Супер Конкуайр. А значит, эти ребята, которые играют на машине, они, скорее всего, покупали данную машину за реальные деньги. Ну и, скорее всего, поскольку они вкладывают реальные деньги в эту игру, они посвящают себя больше этой игре и лучше умеют играть, ну и, соответственно, реализовывать машину. Итак, ребятушки, давайте будем суммировать. Почему я говорю по поводу того, что я бы с удовольствием взял себе данную машину? Все очень просто. Если ты хочешь заценить машину, которой у тебя нет, обрати на нее внимание в боях, когда она играет за тебя, либо играет против тебя. И, соответственно, пойми, насколько хорошо ты чувствовал бы себя за рулем данного аппарата. Я скажу вам откровенно, я играл против этого товарища, как против противника, и мне, честно говоря, было немножко дискомфортно. Все-таки его время перезарядки, оно достаточное для того, чтобы давать тычки в ответ. Все-таки пробить его не так уж и просто, особенно если ты умеешь мансить, соответственно, прячем нижний бронелист, то здесь задачка не из легких. Если ты знаешь слабые места своей машины, не подставляешь борта, и уж тем более не подставляешь корму, то, соответственно, ты гораздо неприятней враг, чем мог бы быть. И именно поэтому я бы с удовольствием, с удовольствием заимел себе Т95Е6, и когда-нибудь я это, возможно, сделаю, если он появится на продажу за голду, либо если я разживусь и смогу позволить себе задонатить. Ребятушки, это мое честное, субъективное мнение, которое я могу сформировать исключительно по техническим характеристикам данной машины. Напишите свое мнение в комментариях, если у вас данный аппарат есть, как он играется, довольны ли вы, и рекомендуете ли вы его к покупке тем, кто готов задонатить ради этой машины. На данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, я стараюсь для вас. И как обычно, ребят, мира вам и спокойствия. Пока-пока!